Сегодня военно-клинический госпиталь при Министерстве обороны отмечает 80-летний юбилей. В одной из старейших больниц Алматы, принимавшие в годы Второй мировой раненых солдат, сейчас лечат от коронавируса. Там находятся тяжелобольные пациенты с тотальным поражением легких. В медучреждении практически нет свободных мест, задействованы резервные койки. Сегодня там побывала и наша съемочная группа. Из красной зоны репортаж о генерафине Рикпаевой. Военный госпиталь был образован еще в 1941 году в городе Коломна Московской области. Однако с изменением боевой обстановки больница неоднократно была дислоцирована. Сначала в Азербайджанской и Туркменской СССР, а потом в 1944-м была переведена в город Алматы. Уже в эти дни из-за сложной эпидситуации в медучреждении начали прием тяжелобольных пациентов с COVID-19. Это отделение реанимации, где лечат тяжелобольных. Их вход сюда посторонним строго воспрещен, но на нас сделали редкое исключение. Сейчас здесь лечат восьмерых пациентов, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Практически у всех тотальные поражения легких. Сейчас за их жизнью борются врачи. При подключении пациента к аппарату ИВЛ, конечно, шансы в определенной степени снижаются. Там уже в определенной степени регресс заболеваний и уход от аппарата довольно тяжелый процесс. И процент таких случаев невысок. Инфекционный стационар в военном госпитале с начала пандемии разворачивают уже в третий раз. На сегодня все 150 ковидных коек заняты пациентами. В резерве еще 10 коек. На место выписанного пациента в тот же день кладут нового. Спасти всех, к сожалению, не всегда удается. За последние три недели здесь зарегистрировано 12 летальных случаев. Погибшие не были вакцинированы. Очень тяжелое было состояние. Во-первых, температура. Потом, знаете, головная боль очень сильная. Такое состояние, как будто чем-то наполнили голову. Ну, слабость, конечно, очень сильная. В мирное время здесь получают медпомощь военнослужащие и члены их семей, пенсионеры и ветераны вооруженных сил. Когда поступила команда срочно перепрофилироваться, личный состав госпиталя выполнил задачу быстро, как и подобает армейскому подразделению. Госпиталь является современной клиникой. У нас есть необходимое современное диагностическое оборудование, оборудование для хирургии, эндовидеохирургии, современное реанимационное оборудование. Нередко врачи госпиталя оказывают помощь пострадавшим от боевых ранений и катастроф природного и техногенного характера. К примеру, в прошлом году медики отправились в Ливан, чтобы помочь пострадавшим при взрывах в Бейруцком порту.